Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео рассмотрим этапы создания простейшего проекта управления в среде TIA Portal для промышленных контроллеров S7200. Для более детального рассмотрения вопросов связанных с созданием проекта управления, вы можете посмотреть мое видео по этой теме «Вопросы создания проекта управления в среде TIA Portal для промышленных контроллеров S7200». Составим проект управления для следующего задания. Имеется две кнопки и две лампочки. Нажимая две кнопки одновременно, загорается одна лампочка, а при нажатии первой или второй кнопки загорается другая лампочка. Задание достаточно простое, поэтому решение можно составить по аналитическому описанию. Таким образом, первая лампочка загорается, если нажать первую и вторую кнопку. А вторая лампочка загорится при условии, что нажата первая или вторая кнопка, при этом первая лампочка не горит. К дискретным клеммам блока входа подключим две кнопки, а клеммам выхода лампочки в произвольном порядке. И занесем адреса элементов в таблицу тегов. Для создания нового проекта нажмите кнопочку New и напишите название проекта. Для ввода в проект программированного контроллера необходимо нажать на кнопочку Added New Device. Ввести новый девайс. Как уже выше говорилось, устройство в проект можно ввести как программированный контроллер, так и операторскую панель HMI. Нажмите на контроллер и выберите из библиотеки, указанной на передней панели, код. Итак, открыли программное обеспечение KIA Portal. Первым открывается Portal View, вид портала. В нем смысла большого не видно, где пошагово приводится создание всего проекта. Можно сразу перейти на другой вид Project View. Первым шагом будет создание проекта. Создаем новый проект. Создаем имя. Вставляем в проект новый девайс. Или программированный контроллер. Или HMI панель. Выберем контроллер S7-1200. Выберем CPU. Мы используем с вами программированный контроллер 1214C DC-DC-DC. Версии. Немножко заберет время для проверки лицензии. Номер заказа у нас этот. Версию надо знать. Она не видна снаружи. Итак, контроллер создан. Для настройки аппаратной конфигурации контроллера откройте вкладку правой кнопкой мыши свойства Properties. Для этого щелкните правой кнопкой по заглавию проекта PLC1 и выберите необходимые параметры. Например, настройка сети. По умолчанию задан IP-адрес. На этой вкладке при необходимости его можно поменять. Тогда можно выбрать свойства. И в свойствах можно просмотреть сетевые соединения. Можно также просмотреть данные интерфейса. В данном случае локальной сети IP-адрес I1. Можно здесь поменять, если в этом есть необходимость. Также можно посмотреть различные другие данные. Подтвердить выбор. И теперь необходимо произвести загрузку в контроллер. Загружать аппаратную конфигурацию контроллера необходимо из левого окна. В начале работы или каждый раз после изменения конфигурации. В дальнейшем загрузку можно осуществлять из верхнего меню специальной кнопкой для загрузки. Для загрузки аппаратной конфигурации в окне проекта выберите обозначение контроллера PLC1. Одинной правой кнопкой открыть Download to Device и выбрать загрузку аппаратного обеспечения Hardware Configuration или Все, All. При загрузке аппаратной конфигурации в программируемый контроллер необходимо произвести несколько операций. Прежде всего выбрать тип интерфейса. Это должно быть PN, DROP и E. Затем для своего компьютера необходимо выбрать необходимую сетевую карту. И нажать кнопку поиск доступных устройств. И распознание контроллера должно произойти автоматически. Если этого не произошло, то необходимо проверить наличие подключения кабеля к программируемому контроллеру и наличие напряжения. Теперь прежде всего необходимо произвести так называемую загрузку аппаратной конфигурации. Нажмем правой кнопкой по программируемому контроллеру и выберем функцию Download to Device Hardware Configuration. В данном случае софтвер не играет роли. В данном случае программы еще отсутствуют, но можно выбрать чистую аппаратную загрузку. Один раз эту загрузку необходимо производить. Прежде всего необходимо выбрать сетевую карту, у которой у нас есть несколько сетевых карт, просмотреть. Контроллер определяет автоматически сетевые настройки, те контроллеры, которые подключены к сети. Итак, контроллер распознан и произвести загрузку. В этот момент загружается конфигурация, а также проверяется компиляция, если это программное обеспечение, это программа управления, и тогда можно выбрать сразу старт или выбрать стоп. Но это не важно в данном случае. Итак, наш контроллер готов. Аппаратная конфигурация загружена. Теперь нам необходимо в первую очередь или во вторую вставить теги. Итак, поскольку у нас выбраны системные генераторы, то уже они внесены в тег-тег-тег-тег-тег-тег. И введем те элементы, которые мы будем использовать. Это, например, кнопка S1, адрес этой кнопки, формат будет bool, два значения, включено, не включено. И выберем, что это элемент входа с адресом нулевой байт, нулевой бит. Вторая кнопочка, пускай, будет подключена, собственно, можно выбрать произвольно, с адресом I03. Немножко разнесем их. Теперь вставим лампочку. Первая лампочка H1 будет у нас подключена к блоку выхода с адресом Q00. И вторая лампочка H2 будет подключена к лиме Q0. Ну, чтобы можно было различить, пускай это будет тоже 3. Итак, таблица тегов составлена. Здесь можно вставить свою собственную таблицу тегов. Но если две таблицы пользоваться одновременно, то можно случайно ошибиться и дублировать адреса. Адреса не должны повторяться. Итак, открываем программные блоки. Вставляем по умолчанию программный блок ОБ1 уже имеется. Вставляем в наш проект еще один программный блок, который будет содержать программу управления. Мейн-программ или организационный блок служит для, собственно, определять структуру программы управления. Сюда можем вставить и дата-блок, но у нас для этого имеется таблица тегов, которая уже заполнена. Мы используем использование под программу под названием блок ОБ1. Можем изменить первая программа. Пусть будет язык программирования выбрать можно между тремя языками. Ладер диаграмм, фаншн блок диаграмм, СЛ. Выбрали ладер диаграмм. Тег тегл мы не будем использовать. Сразу можно запереть эту таблицу тегов. Мы ее не будем использовать. На экране появился у нас блок 1 под программу. Сюда мы будем писать программу. Итак, наша программа выглядит следующим образом. Элементы мы можем вносить, вводить в программу, используя фаворитов. Эти фавориты находятся вот в этом ящике. Мы можем сюда добавлять, а можем сразу же открыть бит логик опирейшн. И все возможные элементы поддержатся в этом блоке. Итак, у нас имеется первый элемент. Можно вносить перетаскиванием или вставлять будем. Итак, программа выглядит следующим образом. Что первая лампочка горит, если нажать первую и вторую кнопки одновременно. То есть у нас энд логика. Соответствует последовательному соединению элементов. Итак, сделали вторая. Здесь можно написать комментарий. Первая лампа. Лампа 1. И можем для быстроты скопировать этот блок. И вставить следом второй блок. Только это будет уже управление второй лампой. Вторая лампа будет гореть. Если нажать первую или вторую лампу, ой, кнопку, и при этом первая лампа не горит. Итак, H2 лампа. Выставляем соединение для параллельного подключения. Это логическое действие. Или элемент можем перетащить сразу сюда, если удастся. И так просто вот сразу перетащили. Подключили сюда элемент. Сюда вставили еще один контакт под названием H1. Контакт лампочка. Причем этот контакт нормально закрыт. Итак, вторая лампочка горит. Если нажата первая или вторая лампочка горит, нажата первая или вторая кнопка. И первая лампа при этом не активна. Сделаем немножко покрупнее нашу программу. Программа готова, но основной программой является OB1. Она у нас пустая. Из нее должно производиться вызов под программы. Ставим под программу, нашу под программу FC1 в мейн программу. В основную программу. Та программа, которая работает циклично. В противном случае наш проект работать не будет. Производим загрузку в программируемый контроллер. Поскольку у нас Hardware и Configuration уже выбраны, то мы можем производить загрузку с специальной кнопки сверху. Выберем остановку всех элементов и произведем загрузку. Программных блоков контроллер. Загрузка выполнена. Теперь можно проверить, как работает наша программа. Включим онлайн режим, мониторинг он. И тогда увидим, как работает наша программа. Нажимаем первую кнопку. Загорается лампочка H2. Нажимаем вторую кнопку. Загорается H2. А если нажмем первую и вторую кнопки, то вторая лампочка не горит, а горит первая лампа. Таким образом правит СОСТа. Спасибо за внимание.